Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, место встречи и изменить нельзя. Мы вновь в арт-кафе «Господин Ветер». И я с огромным удовольствием хочу представить... Прямо вот у меня слов всё время не хватает эпитетов, когда я на тебя смотрю. Наталья Кучер, замечательный автор. Одна из самых обаятельных женщин Восточной Европы, Западной Азии и всей вместе взятой Японией. Спасибо, Лёшенька. На самом деле, когда я смотрела себя в зеркало, у меня тоже эпитетов не хватает, чтобы сказать, кто я такая. Наташа, ну ты же помнишь нашу вот эту вот такую очень-очень новую традицию, да? Да? Да, да. Представь? Да, начинать нашу встречу... С песней, да? С удовольствием. У меня есть песни грустные, убийственные, ну и не совсем грустные, но грустные всё-таки. Поэтому начну с убийственных. Ну всё время обнятие плакать. Если все мои песни объединить в одно колечко, то получится такая одна песня Акына, сильно жалостливая, про любовь. Песня первая. Ну а о чём же писать настоящую женщину? В голове ничего другого у меня не рождается. Романс. Любовь и голос тонок и высок, Но крик разлуки скор и безнадёжен. Ты мне не скажешь, что тебя тревожит. Я не пойму, когда настанет срок. Я каюсь, но греха не замолить. Мне больно видеть, как надежда стынет. Бояться, что любовь тебя покинет. Я больше не хочу тебя любить. Остынет там, где было горячо. На угле верно дуют наши губы. Нет, не был ты не подлым, не был грубым. Но как же далеко твоё плечо. Цепляюсь за края, тяну за нить. Упрямо шью, где счастье распадалось. Но ничего в ладонях не осталось. Я больше не могу тебя любить. Как страшно всё, что было, потерять. Разветь всё, что нам принадлежало. Связливая, потерянная жалость Ползёт ко мне, чтоб вновь меня обнять. Мне похоть её не утолить. Она дна всегда меня хотела. Я не отдам ни душу ей, ни тело. Я больше не должна тебя любить. Чем сердце успокоить, как понять. За что меня беспомощь накружила. Я принимаю всё, что заслужила. И время поворачивает спять. В моих печалях некого винить. Я их и так безропотно сносила. И щедрая неведомая сила Дайёт мне право так тебя любить. В моих печалях некого винить. Я их и так безропотно сносила. И щедрая неведомая сила Дает мне право так тебя любить. У тебя спросить о твоем домашнем климате, о твоем домашнем воздухе, не современном, я имею в виду, а в том воздухе, где ты, так сказать, начинала творить. Ты же говорила как-то на одной встрече, что ты начала писать очень рано. И мне тогда еще захотелось спросить, а кем были твои родители? Да, да. Вот об этом, пожалуйста, расскажи. Я была в деревне Бронная, а брат мой жил в деревне Казазаевка, и вот до сих пор я часто приезжаю в Беларусь к моим тетям и дядям. Замечательные, совершенно потрясающие люди, я им очень благодарна. Ну, Беларусь это вообще... Да, и не отдали же меня, ни меня, ни брата в детский дом вырастили. После восьмого класса я приехала, вернулась в Калининград, уже поступила в медучилище, и там уже началась моя жизнь. То есть, как бы такая рабочая... А как ты вообще появилась вот в этом пространстве под названием авторская песня? Это же... Ну, все равно как-то это возникает. Я могу сказать, что у меня это было совершенно не так традиционно, как у многих, там, ну, говорят, как костры, туристические походы. Нет, у меня были такие серьезные рок-тусовки в подъезде, еще в подъезде... И вот оно чем закончилось, да? Да, да, вы приходили... Не ходите в подъезд на рок-тусовки, видите, станете потом авторами, исполнителями, на свою голову. Нет, ну, поэзией-то я увлекался всегда, всегда, то есть это... Просто я другой формат музыки, ну, практически не слышал, ну, там, лет, наверное, до 16. А до этого все там было, конечно, битлы, блюз, там, машина времени, високосное лето, еще группа мифа была тогда. То есть мы жгли, и помню, в подъезд все время заходил такой человек, его звали Паша Московский, он носил длиннющие волосы, а это... Он должен петь в шансоне, Паша Московский. Нет, он тогда, это вот внешний вид, худоба, длинные волосы, это тогда была стилистика рока, да, ну, естественно, хиппи, да. Вот, он нам показывал все время новые аккорды, при этом собирал у нас по 20 копеек с каждого из нас, или по 10 себе на портвейн, за это он нам показывал новые аккорды. Вот так и учился играть на гитаре. Я бы не разбогатела, потому что до сих пор играю аккордах на 10, наверное, если бы я стала показывать по 20 копеек, боюсь, это плохо бы закончилось. Вот, ну, а потом уже, а потом уже случился один-единственный в моей жизни туристический поход, я сходил в горы, я понял, я даже Вадиму Егорову как-то сказал, он приходил, когда в арт-кафе, я говорю, нет, вот это вот точно не мое. Но я благодарен туризму за то, что вот я услышал, кстати, там, вот очень многих авторов, Егорова-то я услышал, как ни странно, раньше. До того. Да, а вот Висбора, Ландсберга и прочих-прочих я услышал уже вот именно в туристической среде, поэтому вот я вот о себе, тебе как куме вообще все, да, все под ногу ты выложил. Сейчас я тебе кум расскажу тоже, да, мы кумовья, да, забыли еще раз об этом рассказать. Вот, я на самом деле, я же уже сказала, собиралась научиться на гитаре играть, чтобы нравиться мальчикам, научилась играть. И поначалу, как я писала только стихи, ну, если так их можно назвать, то, собственно говоря, я исполняла чужие песни, ну, вот какие-то, что-то услышала и пела. И стала вдруг приходить вместе со стихами музыка, сама собой как-то, как только я начала играть, чуть попозже. И я стала это записывать, но никому, правда, не показывала, мне очень стеснялась, так же, как и стихи, собственно говоря. И просто... Записывать куда, прости, на магнитофону? Нет, нет, ну, как бы там на листочек там записывать, сама себе петь, я даже подругам не показывала. А в это время я ходила, пела в квартете, просто пела, потому что любила петь с детства. Ну, как же, конечно, в Беларуси-то прожить, да не любить петь. Да, ну, что-то, да, народные песни обожаю до сих пор, это вот моя просто, вот, моя любовь. Вот. И, собственно говоря, мне ребята наши сказали, что давайте квартетом поедем с клубом авторской песни, о котором я тогда еще не знала, съездим в Ригу на фестиваль. Мы поехали, выбрали какие-то авторские песни исполнительские, которые тогда исполнял Далина Хомчих, с которой я абсолютно не была знакома. И, ну, как-то мы не прошли, мы были очень такие академичные. Я теперь понимаю, почему мы совершенно справедливо не прошли, несмотря на то, что пели хорошо, но мертвенько. Вот бывает такое, хорошо, но мертвенько. Ну, да, 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 академично очень. Ну, все правильно, но неинтересно. Все правильно, да, но неинтересно, да. И там же выяснилось просто, что я пописываю песенки. Вот. И руководитель тогда авторского этого клуба услышал, какие. И говорит, слушай, давай на следующий фестиваль на наш, Коинградский, ты придешь и выступишь как-то. И я, ну, рискнула. Я так чихала тогда от нервов, что не могла начать петь вообще. Мне было так страшно, было 70 человек участников, и мне казалось, что каждый поет лучше меня во сто крат. А мне здесь нечего делать, я пыталась так тихо улизнуть, но все-таки, значит, спела. И тогда я узнала, что это авторская песня, то, что я делаю. Я не знала, что это авторская песня. Но меня знаешь, что порадовало? Что ты вот сейчас сидишь и не чихаешь, то есть ты меня совершенно не стесняешься. Я нервничаю, но очень тщательно скрываю это. Я чихаю за кадром. Вот. И знаешь, Леженька, получилось так, что потом мне предложили от Калининграда поехать на Минск на межрегиональный фестиваль, оплатили дорогу. Вот те, кто увидел меня на фестивале в Калининграде. Я съездила, стала там лауреатом. Лауреатом межрегионального фестиваля тогда тоже давали деньги на поездку на Петербургский аккорд. Куда я приехала, я опоздала, мне неправильно билет взяли, я опоздала, естественно, на все конкурсы, но зато побывала в замечательной атмосфере. И так как администрация, которая давала деньги на эту поездку, поняла, что я опоздала и была, естественно, расстроена, они сказали, ну, давай тогда еще на Грушинске оплатим дорогу, пусть съездят. И в 90-м году я поехала на Грушинский фестиваль, где я стала дипломантом в том году. У меня тогда было только две песни, свои вообще написанные, две, больше ни одной. Как раз две и нужно было на конкурс, стала дипломантом. А еще через 2002-м году уже я стала лауреатом Грушинского фестиваля, и вот с той поры сижу там в жюри. Ну, понятно. И стараюсь быть очень доброй, потому что на самом деле это очень страшно. Авторов надо беречь на самом деле. Да, это очень страшно петь, опомнивать. Да, на каком бы уровне они находились. Знаешь, что мне хочется сейчас, Кума? Нет? Чтоб ты что-нибудь спела, а я бы тебе ответил песню. Хорошо. Тогда еще одна убийственно грустная песня. Остываешь? Остываю. Ну, я уже говорила, что я медик по образованию, но не подумайте, это не песня патологоанатома 2. У меня еще есть одна, обниму холодного. Она песня 1, а это песня 2. Но на самом деле это песня про любовь, опять-таки же. Остываешь? Остываю. Я сама с собой сражаюсь, только больше нечем крыть. Я себе не возражаю, нецензурно выражаюсь. Все, что я воображаю, не имело места быть. Все, что я воображаю, не имело места быть. Береги, оберегаю, то, чем будет жить другая. Я из сердца выжигаю имя, запах и мечты. Из обидья плод слагаю и наивно полагаю. От тебя я убегаю, только берег снова ты. Я на берег выбегаю, этот берег снова ты. Берег. Слово поймал, берег. И я тогда. Ответ Тимберлену. Взойдет звезда, в углу проснется мышь. Меотия, куриный бог и глина, ты ночью так мою обнимешь спину, Что крылья таков освободишь. Вода, вода, и мы в зеленой мгале легкие, естественны, Непринужденны, как будто бы в чертогах Посейдона. Мы помним жизнь, да жизнь и на земле, на земле. Меотия вино дает букет, какое именно, припомнить трудно. Меня с тобой давно уже там нет, лишь свет один еще идет оттуда. Арго на привязи расклеван, прометей. Где ты теперь, где я, что между нами? Кого незримого я накормил стихами, Остановился, сдался, опустел. Куда теперь, по тьме среди дорог, Кому нести оплавленный агарок? В пустой бутылке из-под мернуара Куриный бог и розы, лепесток, лепесток. Меотия средь брошенных планет летит, летит в космическую стужу. Но если нас давно уже там нет, тогда кому? Полет весь этот нужен, тогда скажи, кому? Но если нас давно уже там нет, тогда кому? Полет весь этот нужен. Вот она, замесь великолепной поэзии, рока, отголоски, и исторические мандрегалы. Спасибо, Лешенька, огромное. Спасибо, Кума, тебе это так приятно слышать вообще. Вот ты в разговоре как-то обмолвилась, что ты стараешься быть доброй по отношению к конкурсантам. Вот у меня, вот я уже этот вопрос многим задаю, и все время спрашиваю, нравится ли тебе вот самой то, что сейчас происходит вот в авторской песне, вот это вот новое стилистическое явление. На самом деле, то, что я показал, это совершенно не новое, это ты понимаешь, что мы все выросли. Да, конечно, выросли на это, да. Не только из Висбора, но еще и из Лидзеппелин. Да, и Пёрпел. Да, да, все это соединяется, поэтому... Ну, с этим-то все понятно. А вот что сейчас, вот... Что сейчас стало происходить с авторской песней? Я сейчас не о стилистике музыкальной, да. А я о том, что вот тебе удается писать вот на выдохе. То есть вот как чувствуешь, ты так это и произносишь. И тебе веришь, и поэтому у тебя есть концерты, на тебя люди приходят, тебя любят, носят на руках. И я этому безумно рад. А что я сейчас начал замечать в творчестве, да, очень много таких умозрительных конструкций стиховых, да. Вот, то есть приходит человек, умненький мальчик, такой высоколобый кактусик, который простоял всю жизнь у родителей где-нибудь там на теплом подоконнике. И конструктор создает. Да, да, и при этом он решил, что я сейчас вот стану поэтом. Начитался много такой вот математической поэтики. Вот, и начал вот конструировать. Иногда вот эти вот метафоры, они очень красивые. То есть, но поскреби ее, а за ней нет, ничего нет. То есть ни судьбы, ни биографии. И вот ты сидишь в жюри, и ты вот все время вот это вот на это обращаешь, ну, как бы это вынуждено слушать, и, естественно, обращаешь внимание на это. Вот я хотел бы тебя, как раз, спросить вот ситуацию. Да, да, да. Знаешь, Лужинка, на самом деле в жюри вот таких вещей случается, такие вещи случаются реже, нежели вообще просто графоманство или совершенное, там, ну, рифмоплёство, или, я даже не знаю, как назвать, то есть какие-то совершенно пустые, нелепые, неправильные, то есть вообще не стихи, потому что, ну, они не могут назваться. А с чем вот, как ты думаешь, с чем это связано? Это мы потеряли школу, мы потеряли традиции. Нет, как раз таки вот, если одни очень много читают, да, и пытаются, да, вот мы о ком ты говорил, да, и пытаются конструировать, и думают, что, ну, с натяжкой, что это и есть поэзия, да, то другие вообще не читают, и поэтому работать со словом, да, или как бы, или чувствовать слово, они... Это уже профанация, да, 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 то есть там есть, то есть как бы два пути. Один путь, это такое профанирование, выходят профаны и начинают доказывать, что они чего-то за... А другой, а другое крыло этого самолёта, это вот как раз графоман, но только на другом уровне. На другом уровне, да. А много ли сейчас вот, вот, если честно, я ведь тоже много в конкурсах сижу, в жюри, ты понимаешь, да? Да, да, конечно. И вот, ты понимаешь, я обратил внимание на то, что очень много появилось интересных исполнителей. Но авторов, ну, скажем, до 30, вот тогда, когда, мне кажется, вот человек пишет, да, вот он вдыхает, вот он набирает это всё, а их не так много. То есть либо вот эти, либо вот эти. То есть что, почему это происходит? Ты знаешь, наверное, я думаю, что такое было всегда. Почему-то я думаю, что такое было всегда. И ничего как бы нового не происходит. Всегда были люди, которые чувствовали слово, да, чувствовали душой. Были люди, которые мудрствовали, да, и были люди, которые... Это понятно, но общий уровень, общий уровень, всё-таки был даже лет 10-15 назад намного выше. Это правда, я согласна. Да. Ну, знаешь, я всегда говорю о том, что всё-таки лучше пусть пишут, чем занимаются какой-нибудь ерундой, да. Плохо ли, да, или наоборот, чересчур называются даму, да, из гуманистических соображений, да. Ну, ты знаешь, я всегда просто... Мы ничего не можем с этим поделать, кроме того, чтобы показать личным примером, да, или на других авторах, когда человек выходит, и это откликается в сердце, да. Потому что одного замечательного поэта из города Якутска, я расскажу в прозе, потому что я в стихах не помню, есть замечательное сотворение. Там был графоман и был поэт. И у одного и второго были слёзы и морозы, были розы и мимозы, была там кровь и морковь, да, там была кровь и любовь. И один себе говорил, значит, твердил себе, пиши, да, потому что молодец, но ничего не получалось, потому что в строчках не было души. А другой тоже писал про слёзы, морозы, розы, мимозы. И лоб чертил, ронял в подушку гений, лист, что-то графоман, что-то такое, куда-то графоман, понимаешь, да. Мы можем показать только личным примером, о том... Мне очень жаль, что я не помню это сотворение наизусть, потому что... Так вот, быстро с тобой вечно время пролетает. С тобой тоже лёг. А осталось-то две минуты до окончания. Две? Коротенькую песню. Я не такая. Я не такая, не такая, не такая. Я просто так с тобой на лавочке сижу. И в окна старого, усталого трамвая глазами добрыми бессмысленно гляжу. Я несколько лет, как былинка, горю. И помню, родные ладони твои, я что-то тебе о своём говорю. А хочется, хочется просто любви. Но вот одно меня морально разлагает, Неприхотливо распынувшись на спине. Луна развратная, бесстыжая ногая С небес изменчивых подмигивает мне. А ночь укрывает все тайны мои. И я на прохожих уже не гляшу, А хочется, хочется просто любви. Да как всем. Но больше я вам ничего не скажу. Я не такая, не такая, не такая, Твержу неистово, и эхо вторит мне. А в окнах старого, усталого, последнего трамвая Луна завистливо подмигивает мне. Я не такая, не такая, не такая, Я просто так с тобой на лавочке сижу. И от Луны, что так бесстыжно мигает, Глаза такие же уже не отвожу. Всё. Вот я хочу, чтобы тебе и Луна подмигивала завистливо, И с завистью, но с очень хорошей завистью, Смотрели на тебя коллеги по цеху, И вообще все люди, Неважно даже, не коллеги, просто женщины. Потому что, чтобы вот, Вот когда смотришь на тебя, Лично у меня возникает всегда только самое светлое чувство. Вот даже в голову, да, Ничего другого не приходит. Я хотела бы, чтобы так и было дальше. Вот за это тебе огромное спасибо. Наталья Кучер сегодня была в арт-кафе «Господин Ветер». До новых встреч, дорогие друзья. Смотрите нас.